2022 год принес ряд новшеств в отечественные законы, регулирующие отношения в финансовой сфере, в том числе при кредитовании. Так, с нового года Центральный банк РФ наделен полномочиями ограничивать для банков и микрофинансовых организаций долю выдачи потребительских кредитов с высоким риском. Поговорим сегодня об этом на 13 этаже. Меня зовут Дарья Жилина. Здравствуйте. Гость студии, управляющий отделением по Архангельской области Северо-Западного главного управления Банка России Андрей Блок. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте. Ну что ж, вступил в силу закон, разрешающий Банку России устанавливать ограничения по выдаче кредитов. Для чего это сделано? Множество законодательств наделяет Банк России полномочиями ограничивать долю потребительских кредитов с высоким риском в общем объеме суд, выдаваемых банками и микрофинансовыми организациями. Закон направлен на ограничение закредитованности граждан, особенно тех, кто уже обременен высокой долговой нагрузкой. А какие потребительские кредиты, по мнению Банка России, обладают высоким риском? Это необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком, а также кредиты, предоставленные чрезмерно закредитованным гражданам, то есть заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки. Этот показатель представляет собой соотношение платежей по кредитам и займам, у человека, включая тот, за которым он пришел, к его ежемесячным доходам. Показатель долговой нагрузки позволяет банкам и микрофинансовым организациям оценить риски невозврата кредита или займа. Тогда какую часть доходов заемщик может отдавать кредитору, чтобы показатель долговой нагрузки не был высоким? Если на выплаты по кредитам и займам у человека уходит 50% и более его дохода, то это высокий показатель долговой нагрузки. Если более половины дохода тратить на выплату по долгам, то есть опасность при малейших финансовых трудностях не справиться с обязательствами и попасть в долговую яму. Также при высоком показателе долговой нагрузки снижаются шансы на получение нового кредита, а отказ в его выдаче попадет в кредитную историю, на что потом могут обратить внимание и другие банки. Для финансовых организаций заемщик с высоким показателем долговой нагрузки, 50% и более, означает, что при выдаче кредита такому заемщику организация обязана будет сформировать в большем объеме резервный запас капитала, то есть заморозить дополнительные средства. Ведь если заемщик не справится с погашением долга, то финансовая организация понесет убытки, которые как раз будут покрываться за счет этих зарезервированных средств. Ну а как жители в целом Архангельской области справляются с выплатой своих долгов по кредиту и насколько часто они вообще кредитуются? Сейчас мы имеем статистику на 1 декабря 2021 года и за 11 месяцев с начала прошлого года задолженность по потребительским кредитам жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа увеличилась на 16% почти до 107 миллиардов рублей. Это ощутимый рост, но вместе с тем большая часть северян ответственно рассчитывается по своим долговым обязательствам и доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в регионе составляет 5,4%. Но вот установленные ограничения сейчас Банком России, они как-то усложнят в дальнейшем получение кредита? Будет сложнее его сейчас взять? Мы ожидаем, что введение Банком России ограничений на высокорискованное кредитование будет способствовать проведению кредиторами более ответственной политики при выдаче суд. В итоге это снизит системный риск в потребительском кредитовании. Заемщиков с умеренной долговой нагрузкой эти изменения практически не коснутся. Доступность кредитования для них не изменится. А вот заемщики с высокой долговой нагрузкой могут столкнуться с трудностями при получении новых кредитов или займов. В этом случае заемщик, переоценивший свои финансовые возможности, должен повременить с получением нового кредита или займа, так как увеличение задолженности при уже имеющейся высокой долговой нагрузке только осложнит жизнь, и кредиты из полезного финансового инструмента превратятся в непосильное бремя. Андрей Андреевич, а давайте теперь поговорим о том, как все-таки новшества в законах помогают решить проблему навязывания дополнительных услуг при получении кредита или займа. Насколько актуальна эта тема? Да, эта проблема актуальна. Статистика обращений в Банк России граждан свидетельствует о том, что это не редкость. Так, за 2021 год в Банк России жителями Архангельской области и Ненецкого автономного округа было подано более 80 жалоб по навязыванию дополнительных платных услуг при заключении договоров с финансовыми организациями. Но, насколько мне известно, с 30 декабря 2021 года банкам и организациям всем микрофинансовым запрещено проставлять в договорах заранее галочки. Насколько это может помочь? Да, действительно, такое новшество в законодательстве вступило в силу. Банк России нередко фиксировал случаи, когда кредитор заранее проставлял галочки напротив каждой дополнительной услуги, внесенной в договор. Причем это делалось и в бумажных, и в онлайн договорах. И клиент, не обращая внимания на предустановленные галки, подписывал договор и фактически покупал услуги, которые ему были и не нужны. Это неправильно. Клиент сам должен выбирать, что ему покупать и делать отметку об этом. Ни банк, ни микрофинансовая организация не вправе ничего навязывать при заключении договоров. И с 30 декабря 2021 года автоматическое проставление галочек, которое, по сути, лишало человека возможности выбора услуг, стало незаконным. За исключением случаев, когда это обязательно страховка по закону, например, защита имущества при ипотеке. А бывают ли тогда такие случаи, что наоборот заемщика просят поставить галочки, чтобы отказаться от каких-то дополнительных услуг? Да, Банк России фиксировал такие случаи. По мнению регулятора, подобная практика получения согласия заемщика на оказание ему дополнительных платных услуг не соответствует закону, так как предопределяет согласие заемщика на их оказание. Но навязанная страховка – это всем известная история. А что еще могут навязать дополнительного? Нередко довеском кредиту могут стать медицинские или юридические услуги. Практика показывает, что в договор могут включать самые разнообразные сервисы, например, помощь на дорогах, услуга по информированию о просрочке или улучшении кредитной истории, или услуга по предоставлению персонального менеджера. А в договорах микрофинансовых организаций включались и такие специфические услуги, как мастер на час. Кроме запрета на проставление галочек автоматически, как еще себя предостеречь? Что еще поможет? Какие новшества еще введены? С 30 декабря 2021 года вступила в силу еще одна законодательная норма, которая распространяет 14-седневный период охлаждения со страховых услуг и на нефинансовые. То есть в этот срок гражданин может вернуть деньги за те услуги, которые ему не нужны. Напомню, что для полисов добровольного страхования период охлаждения действует уже несколько лет, а вот от нефинансовых услуг, предоставленных вместе с кредитом, чаще всего отказаться было нельзя. Ну а если заемщик откажется все-таки от дополнительных услуг, ставка как-то повысится? А если клиент занимает деньги у банка с помощью кредитной карты? Распространяется ли в таком случае период охлаждения на навязанные услуги? Да, распространяется, поскольку кредитная карта – это вид потребительского кредита, предоставленного с использованием электронных средств платежа. Но на остальные карточные продукты, например, дебетовые карты, период охлаждения не распространяется. И все-таки как в ситуации быть, если заемщик вместе с кредитом все-таки получил дополнительные услуги, которые ему не нужны? Как ему быть, как вернуть свои деньги? Заемщик должен подать заявление об отказе от дополнительной платной услуги в течение 14 календарных дней со дня своего согласия на нее. Заявление он должен подать компании-поставщику данной услуги. Если она не вернет средства, то клиент вправе обратиться за возвратом средства к банку или микрофинансовой организации, которые предложили ему эту услугу. Если заемщик не воспользовался услугой, то он может претендовать на полный возврат средства. Если же уже воспользовался, то из суммы возврата вычтут расходы компании-исполнителя, которые она уже понесла. Ну а куда обращаться к человеку, если ему все-таки за навязанные услуги деньги возвращать не хотят? Куда жаловаться? В этом случае жаловаться следует в Банк России. Работа с обращениями потребителей финансовых услуг – это важное направление нашей деятельности. И самый простой способ сделать это через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте Банка России. Андрей Андреевич, я благодарю вас за информативную встречу. Спасибо, до свидания. Это была программа «13 этаж». До встречи.